всем привет это канал аградвиж и сегодня у нас в обзоре гибрид который занимает третье место если брать снизу или второе по объему выращивания то есть на меньше объем у нас был капонет две теплицы потом у нас зольфия от компании rix1 4 теплицы это 20 соток и вот гибрид который занимает у меня 60 соток это пин кристалл от компании клосс разооплодный гибрид единственным я в коллекции разооплодный гибрид в коммерческом массиве видео на 2 октября когда выйдет не знаю буду вложить по порядку начиная с капонета потом зольфия третье видео будет который смотрим pink crystal вот у нас какая картинка на 2 октября эту теплицу специально оставляли не собирали чтобы посмотреть как она реагирует на пропуски в сборах на перестой как окрашиваться плод так у этого гибрида как и у всех чтобы это был честный обзор есть плюсы и минусы здесь у нас картинка другая когда идешь другую сторону из более красивее начнем с плюсов плюсы я вижу такие это самое главное очень стандартный плод воды стандартные мне это нравится есть для меня эталон среди красных это следующее видео будет про этот гибрид и есть эталон среди розового который похож на красный на красный гибрид который мне очень нравится то есть по качеству плода очень хорош плоды весом 200 ну 200 220 грамм не по получаются кое-где может быть есть крупнее но моя цель получить не крупный плод моя цель получить однородный плод который будет стоить дороже там чем крупный в чем смысл есть и знаете есть одна трех рядка есть четырех рядка а можно получить там четырех рядку однородную продать на сети и получить прибыли больше чем с трех рядки вот это основная цель моя то есть вот первая кисть созрели они уже до давно висят и плод сохраняет свои качества он не растрескивается но это опять же это в моих условиях вторая кисть третья четвертая пятая по количеству кистей которые у нас получилось пять с половиной шесть где-то похоже с зульфи и по длине междоузли то что сместилось здесь может быть между немножко короче чем у зульфи но факт есть на лицо что у нас на этой же высоте высоте по шпалер это высота 2 10 у нас вместилась кое-5 кое-6 кистей то есть от этого никуда не уйдешь 7 кистей здесь нет с учетом того что мы высадили 17 июля 77 кассеты и у нас и прищепнулись мы 3 сентября вот такие кисти если честно я перед тем как снимать это видео обошел теплицу и все-таки два плода которые лопнули от переизбытка влаги и я нашел то есть из 1250 растений два плода есть на первой кисти это конечно очень печально это 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 очень плохо но если честно я забыл где эти плоды и показать их не могу если встречу я вам покажу конечно видео два плода лопнули на самом деле это шутка это очень хороший показатель для разоплодного томата потому что найти томат разоплодный который не лопается это очень сложно плюсы однородный окрас окрас ну окрас не на меня мне нравится он не такой насыщенный как у панамера опять же от коза но очень однородный и самый главный плюс я уже на гибрид смотрю второй год не смотрю вращу второй третий год вращу и что мне нравится когда перепад температуры он так же сама как и бодрин равномерно окрашивается там конец октября начал ноября немножко теряет яркость окраса но без каких-либо зеленых пятен равномерно окрашивается и все идет в продажу как первосортная продукция это самое главное условие для меня чтобы плод не трескался чтобы плод окрашивался хорошо и завязывался хорошо в экстремальных погодных условиях то есть завязываемость у этого гибрида очень хороша там 5 здесь у нас тоже 5 здесь 2 здесь у нас 4 то есть свою массу урожаем обычно обретаю что разоплодным менее урожайный чем красноплодный да но смотря как подобрать гибриды если подобрать хорошо гибриды то например вышла наступит три цветка настройки сти но зато они все пылились и они еще растут эти плоды и ну на работу грамм 250 250 дней не нужно моя цель получить под грамм 200 но все же вот вида такая загрузка это пин крисал от компании класс для меня гибрид среди разоплодных для второго оборота считаю на сегодняшний день эталоном считая все время нужно ходить в поиске лучшего гибрида пока что вот первокись перестояла вся в россии но не лопается плод очень плотный по плотности реально уровень бодрина среди гибридов плотнее чем капонет реально наверное плотнее чем зульфия то есть это самое главное условие минусы какой минус чтобы это было правильный обзор должен быть минус минус сейчас придумаем придумаем минус так ну минус это все-таки как у зуфи длинная между узле у меня получилось длина между узле это считаю минус а еще и брит очень требовательный к кормлению микроэлементами в частности марганец и железо вот немножко такой светлый лист ну вроде лист полноценный но немножко считает должен быть темнее это нехватка железа если вовремя вносим то вообще будет все четко будет хорошая тут у нас работа листа с и солнцем хороший будет фотосинтез и проблем с тем растением никогда не будет требует правильного решения с обломкой листа все таки вот какой более вегетативное растение есть хорошая масса листа и необходимо там поддерживать баланс между вегетативным и генеративным развития о я нашел плод так смотрите все таки нашел один плод который так фокус поймал но здесь у трещинка есть такое два миллиметра три где-то но все-таки плод который уже висит третью неделю наконец-то я нашел одну трещину итак это гибрид пин кристалл от компании close разоплодный томат для второго оборота считаю очень хорошо подходит первое из-за качества плода второе из-за хорошей завязываемости экстремальных условиях и третье очень классно доходит плод в окрасе не растрескивается в экстремальных условиях это конец октября начало ноября без отопления отопления только у нас будет аварийное чтобы плоды чтобы растения не замерзли сюда не попал мороз минус то есть теплицы чтобы не здесь не было это будет там такие короткие периоды отопления так что так пин крисал от компании close для первого оборота хорош всем кроме того что он не ранний он такой средний средний поздний считаю так что так всем удачи всем хороших урожаев